Праздничной станет следующая неделя для мусульман всего мира. Правоверные будут отмечать одну из главных дат исламского календаря, венчающую священный месяц Рамазан. Ураза Байрам выпадает на вторник, 5 июля, а до четвертого включительно строгий пост. Верующим запрещено вкушать любую пищу и даже напитки, даже просто воду от рассвета до заката солнца. А затем ифтар, особый отряд разговения, или попросту говоря, вечерняя трапеза с чтением положенных молитв. Свидетелями того, как именно он проводится, причем в коллективной версии мы стали при посещении накануне вечером мечети Тауба. Считается, что последняя декада Рамазана является самой важной, поэтому мусульмане в эти дни проявляют особое старание. Многие даже решаются на итикаф, то есть уединяются на 10 дней в мечети, по примеру пророка Мухаммеда. Некоторые готовы совершать его даже вдали от родного дома. У нас очень много гостей из Башкорстана, из Ижевска, из других городов, потому что у них нет таких возможностей. И они сюда приезжают, они здесь могут жить, могут питаться, могут утром кушать. И также в течение дня читают Куран и получают знания. Несмотря на то, что во время священного месяца верующие не едят и не пьют до захода солнца, к самой вечерней трапезе и в тару они, как правило, готовятся с полудня. Например, в мечети Тауба волонтеры начинают готовить суп и плов, накрывать столы, на которых всегда есть место для воды, фруктов, печенья. Кстати, чай в гигантских объемах тут удается заварить благодаря предоставленной военкоматам полевой кухни. В этом году мы решили в нашей мечети сделать эксклюзив, сделать для наших пожилых, для пожилых людей, конечно же, для тех людей, у которых нет физической возможности сидеть на полу. Мы для них сделали в этом году этот шатер, чтобы они могли с удобством за столами, на скамейках разговляться. Здесь у нас детский спортзал, печенья года, вот это помещение служит спортзалом для детей. Дети у нас изучают кулак, и у них специальные физические такие часы есть, физподготовка. Они здесь тренируются, футбол играют, немножко разминаются. А во время Рамадана мы решили его использовать как женский столовой. И вот вечером прихожане мечети Тауба вместе совершили коллективный намаз, после которого постящиеся начали занимать места за столами, где их уже ждали горячие блюда, а также сладости. Кстати, по Сунне начинать обряд разговения нужно с употребления фиников или воды. Уже похоже на праздник. Ну а 5 июля, когда будет отмечаться Ураза-Байрам, здесь подготовиться еще лучше, обещают имамы. И столы будут богаче, и народу намного больше. Тагир Закиров, Кристина Маматова, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережная Челны.